Промежуточные итоги работы по контролю над установкой и эксплуатацией газовых обогревательных приборов в целях обеспечения безопасности населения были проведены на собрании членов комиссии по контролю за установкой и эксплуатацией газовых обогревательных приборов. В работе заседания приняли участие представители отдела полиции, надзорной деятельности, администрацию города и управление гражданской обороны. Я считаю, что сейчас необходимы вот эти службы, чтобы и участковые, и вот это ТСЖ, где у нас, например, как статистика показывает, в основном все вот эти отравления, летальные исходы проходят в ванных комнатах. Там ставят колонки без вытяжки. За отчётный период было проведено совместно с членами комиссии более 20 рядовых мероприятий по выявлению нарушений в установке и эксплуатации газового отопительного оборудования в многоквартирных домах. Кроме того, по словам специалиста, ведётся постоянный мониторинг сообщений из приёмного покоя центральной городской больницы в случае отравления угарным газом на территории города Хасавюр, добавив, что также проводится разъяснительная работа в местных средствах массовой информации и городском сегменте социальных сетей. Управлением ГОЧС ЭПБ было распространено более тысячи памяток в местах массового скопления людей, маршрутных, такси и так далее. Мы провели на базе нашего управления более 30 семинаров с различными организациями, также школами на тему угарного газа. Также в школах мы проводили во всех школах и дошкольных образовательных учреждениях мы провели семинары на тему опасности угарного газа. Первый заместитель главы администрации муниципального образования город Хасавюрт Бадыр Ахмедов потребовал усилить работу в организации профилактических мероприятий, обратив внимание на то, что впереди ещё один зимний месяц. Поэтому необходимо проделанную работу продолжить в усиленном режиме до конца периода холодов. В данном случае мы говорим о сохранении элементарной человеческой жизни. Но эти проблемы есть, и они усугубляются с каждым годом. Поэтому и на уровне президента России это дело отслеживается. По итогам совещания работа комиссии была признана удовлетворительной, но недостаточной. До конца текущего периода намечено проведение рейдов с частотой два раза в неделю. В первую очередь акцент профилактических мероприятий будет сделан на места компактного проживания людей, а также в многоквартирных домах и в частном секторе. Заре Махайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».